Привет, друзья! С вами канал HiEnglish, меня зовут Александр, и сегодня мы продолжаем изучать английский язык. Мы уже с вами рассмотрели прошедшее время, past simple, но только рассмотрели утвердительные предложения, отрицания и вопросы с правильными глаголами, то есть с теми глаголами, которым вы добавляете окончание "-ed". Сегодня мы будем рассматривать употребление past simple с неправильными глаголами. Что такое неправильные глаголы? Это те глаголы, прошедшие форма которых имеет форму, которая не совпадает с... Ну, если бы мы добавили "-ed", например, да, то есть нам нужно смотреть форму эту у специальной таблички. Здесь мы рассмотрим несколько глаголов самых таких наиболее употребляемых. Итак, irregular verbs do not have "-ed", то есть здесь написано, что неправильные глаголы не имеют окончания "-ed", для past simple, для прошедшего времени. Each verb, each – это каждый verb, глагол, каждый глагол, has имеет its own, свою собственную, own – это собственный, свою собственную форму, and we have to learn, and нам следует изучить these forms. Нужно выучить на сбоку эти формы. Итак, рассмотрим некоторые из форм. Go – это ходить. Go – ходить. В прошедшем времени будет went. Went. Go – went. Дальше. Глагол come – означает приходить. В прошедшем времени он пришел. He – came. Будет came. Go – went. Come – came. Следующий глагол have – иметь. В прошедшем времени had. Будет had – имел. Take – означает брать. В прошедшем времени took – взял. Eat – кушать. В прошедшем времени ate. Ate – произносится как цифра 8. Eat – есть. Eight – ел. Do – делать. Did – делал. Get – получать. Got – получил. Bring – приносить. Brought – принес. Итак, еще раз повторим все формы. Go – went. Come – came. Have – had. Take – took. Eat – ate. Do – did. Get – got. Bring – brought. И смотрим, что мы имеем. Я ходил – I went. Ты ходил – you went. He went. Он ходил. Она ходила – she went. Оно ходило – it went. Мы ходили – we went. И они ходили – they went. То есть, даже у нас he, she, it, мы никаких окончаний, глагола не добавляем. Мы ставим просто вторую форму глагола. Как узнать вторую форму? Нужно посмотреть в табличку неправильных глаголов. Итак, кушать. I ate – я кушал. You ate – ты кушал. He ate – она кушала. She ate – она кушала. He ate – он кушал. Извиняюсь. He ate – он кушал. She ate – она кушала. It ate – оно кушало. Когда мы говорим не о человеке, а о животном. Например, it ate – we ate. Мы кушали. They ate – они кушали. И здесь у нас есть несколько предложений, чтобы проиллюстрировать это правило употребления неправильных глаголов в прошедшем времени. Итак, last week. Last week. На прошедшей неделе we went – мы пошли. Мы ставим мы – субъект. И потом глагол went – пошли. Куда мы пошли? To the cinema. Почему у нас тут? Потому что направление движения. Last week we went to the cinema. На прошлой неделе мы пошли в кинотеатр. Следующее предложение. Yesterday – вчера. Yesterday – то есть last week. Смотрите, помните, с предыдущих уроков вы уже должны знать, что last week – такие слова, как last week. Last week – на прошлой неделе. Вчера. Yesterday – это индикаторы прошедшего времени. Когда у вас есть слово yesterday, вы употребляете past – прошедшее время. Итак, yesterday I – пить будет drink. Смотрим, где у нас drink было. Drink. Ага, здесь у нас не было drink. So, yesterday I drank – будет drink. Вчера я выпил ten colas. Десять – coca-cola. Yesterday I drank ten colas. Perhaps it means ten glasses of cola. Возможно, я имею в виду десять стаканов coca-cola. Следующее предложение. Pedro ate – скушал. Ten cakes yesterday. Индикатор прошедшего времени – yesterday. И количество cakes – количество пирожных. Десять пирожных вчера. Pedro захрятцел. We made dinner last night. Индикатор прошедшего времени – last night. Это вчера вечером. Make – это делать. В прошедшем форме made. Помните, made in China везде написано. Made – сделано в Китае. We made – мы сделали dinner. Мы сделали dinner. Dinner – это ужин. We made dinner last night. Итак, task. Вам предстоит задание. Нужно заполнить этот список. У нас есть глагол verb. И прошедшее время этого глагола. Смотрим. Begin. Began. Вторая форма глагола. Begin. Brain – это приносить. Brain. А принёс. Brain brought – первоклассный. Бутер-брод. Брод. Пишите. Бро. Ужи хиты. Брод. Brain brought. Come. Приходить. В прошедшем времени будет came. Пришёл. Do. Делать. В прошедшем времени did. Делал. Drink. Пить. В прошедшем времени drank. Выпил. Find. Находить. В прошедшем времени found. Нашёл. Found. Нашёл. Fly. Лететь. Смотрим. Fly. Вот flew у нас есть. Fly. Будет flew. Летел. Get. Получать. В прошедшем времени получил. Будет gold. Gold. Получил. Give. Давать. В прошедшем времени gave. Дал. Give. Give. Go. Идти. В прошедшем времени будет went. Помните. Go. Went. Go. Went. Come. Came. Have. Had. Take. Took. Eat. Eat. Do. Did. Get. Got. Bring. Brought. Следующее. Have. Иметь. В прошедшем времени будет had. Had. Две первые буквы совпадают. Нужно добавить the head. No. Знать. Смотрите, первая буква не читается. Иногда читают к ноу. Это неправильно. Нужно читать. No. Знать. В прошедшем времени будет new. Знал. New. Знал. Make. Делать. Производить. В прошедшем времени, как везде написано в Китае, да, сделано в Китае. Made in China. Made. Правильно это слово читается. Made. 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 Встречать. В прошедшем времени met. Встретил или встретили. Run. Бегать. В прошедшем времени ran. 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 Дальше. Send. Отправлять. В прошедшем времени sent. Stand. Стоять. В прошедшем времени stood. Stand. Stood. Take. В прошедшем времени будет took. Take. Took. Вот так. Took. Tell. В прошедшем времени будет told. Wear. Носить. В прошедшем времени wear. Будет war. War. Смотрите. Эти слова очень-очень-очень часто употребляются в английском языке. Поэтому форма прошедшего времени у них какая-то уникальная, без окончания ed. Потому что они настолько часто употреблялись в английском языке, что за историю они сумели изменить форму свою. И это плюс. Почему плюс? Потому что вы везде в книгах, в фильмах, в разговоре будете употреблять или будете читать и слышать эти слова. И вы запомните эти формы. bring, brought, come, came, do, did. Ну, для начала постарайтесь их выучить. Не все можете выучить, а хотя бы эти. Begin, began. Bring, brought. Come, came. Do, did. Drink, drank. То есть можете сделать скриншот. Сохранить этот небольшой списочек и выучить. Так, едем дальше. Сейчас будем делать упражнение. Первое упражнение. Complete. Окончить или закончить или заполнить. The sentences. Закончите предложение. With. С. The past simple form. С. Past simple. С формой past simple. Of the verbs. Глаголу past simple. Это простое прошедшее время. In brackets. В скобках. В скобках. Итак, смотрим. The last lesson begin. Нам нужно сказать в прошедшем времени, потому что последний. Last. Это последний. Последний урок начался в 2.30. The last lesson began at 2.30. Второе предложение. Joe feel. Feel. Это чувствоваться. Смотрите. Вам нужно использовать табличку неправильных глаголов. Можете ее посмотреть в гугле. Табличка неправильных глаголов. Или я вам могу сделать скрин. Добавлю сюда видео. Joe feel. В прошедшем времени будет felt. Joe felt ill after lunch. Ему стало плохо после обеда. После того, как он пообедал. Suddenly. Внезапно. A bird. A bird – это птица. Fly. Мы смотрим, здесь была у нас flew. Suddenly a bird flew. Влетела. In the window. В окно. In the window. Четвертое предложение. I think. Я считаю. You do the wrong thing. Do в прошедшем времени будет did. Что это предложение значит? Я считаю, ты сделал неправильную. I think you did. Ты сделал the wrong неправильную. Син. Вещь. Wrong – это неправильный. Син. Вещь. I think you did the wrong thing. Пятое предложение. Jane. Get ready very quickly. Смотрите. Она быстро приготовилась. Get ready – это готовиться. Собираться. Jane. Got ready very quickly. Очень быстро собралась. Very quickly. Очень быстро. Шестое предложение. We know the answer. We know the answer. Итак, мы знаем ответ we know the answer, но в прошедшем времени будет we knew. We knew the answer. The answer – ответ. Смотрите. Если с гласной начинается имя существительное, тогда the будет читаться как the. We knew the, не the, the answer. Еще раз. Гласные буквы I, U, A, E. Вот все гласные буквы. То есть, если слово начинается с гласной буквы, вы будете читать не the answer, например, а the answer. The answer. Седьмое предложение. The students. Студенты. Стоять. Up. Stand up. Встань. Stand up. Stand up. Stand up when the teacher arrived. Когда преподаватель приехал, прибыл, пошел, зашел. The students. В прошедшем времени stand будет. Смотрим сюда. Stand. Есть у нас stand? Есть. Вот оно. Stand. В прошедшем времени будет stood. The students встали. Stood up. Stood up when the teacher arrived. Number eight. It was cold, but I wear носить two pullovers. Два свитера. Пловера. It was cold. Было холодно. Да, это предложение, где нет субъекта, нет того, кто производит действие. Поэтому вместо субъекта мы ставим it. It. It was cold. Переводим, как было холодно. But. Но. Перед but мы ставим запятую. I wear. В прошедшем времени смотрим war. Но я носил. But I wore two pullovers. Девятое предложение. Anna eat. Кушать. Two plates of spaghetti. Две тарелки спагетти. Anna скушала. Eat. Кушать. Скушала. Eat. Ate. Будет ate. Смотрим. Eat. 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 Ate. Anna ate. Скушала. Anna ate. Two plates of spaghetti. Десятое предложение. Rick. И в прошедшем времени tell. Будет told. Rick told us. Сказал кому? Нам. Told us. Что сказал? The time. The time. Время. Rick told us the time. Итак, второе предложение. Смотрите. Вы можете сделать как? Сделайте скриншот этого упражнения. И потом постарайтесь сами сделать его. Можете на листочку. Написать все варианты ответа, которые вы считаете правильные. И потом видео поставить на паузу. Написать все. И потом проверить. Разом со мной. Итак, второе предложение. Choose. Choose означает выбрать. Что нужно выбрать? Choose the correct words. Нужно выбрать правильные слова. Зачем? To complete this article. Для того, чтобы заполнить эту статью. About Sally Green. О Sally Green. Итак. A day. День in the life. В жизни. Of. Кого чего? Of. Сэлли Грин. День из жизни Сэлли Грин. Так. Давайте. Переготовимся. Yesterday was a normal day for Сэлли Грин. The writer. Писательница. She. Get. Got. Get. Gets. Got. She got. See. Она встала в шесть. She got up at six. Второе. She to the bathroom. Она пошла в ванную. She went. She got. She goes. Если бы глагол go был правильным глаголом, мы бы добавили gold. Но у нас глагол go неправильный глагол, поэтому нужно потребить вторую форму глагола. Это went. She went to the bottom and then she her clothes. То есть надевать. Put. Put. Три формы. Она надела свою одежду. Clothes. Почему С? Потому что clothes – это всегда глагол в множественном числе. She put on. She put on her clothes. After that she. Что она сделала? She breakfast. Eat. Have. Ate. Eat – это кушать. Have – это иметь. А ate – это скушала. After that she ate breakfast. Позавтракала. And the newspaper. Что она сделала с газетой? News – это новости. Paper – это бумага. Newspaper – это газета. Paper может переводиться как бумага, может переводиться как документ и может переводиться как газета. Иногда можно просто услышать paper без слова news. Paper. Имеет в виду газету. After that she had breakfast. And в прошедшем времени read the newspaper. И прочитала газету. Then she her bed. Что сделала с кроватью? Then she – она. Her – это ее. Her bed – ее кровать. Наверное, застелила. Then she make. Make – это настоящее время. Making – это что-то. Present continuous. Например, she is making her bed. Она сейчас застилает кровать. Здесь made – застелила. В прошедшем времени. Почему? Потому что мы говорим о yesterday. Мы описываем вчерашний день из жизни с Alan Green. Then she made her bed. From 7 to 10, she in the living room. С 7 до 10, she in the living room. Что она делала в гостиной? In the living room. She sat. She sat. Наверное, сидела. Sit – это сидеть. В настоящее время was – это была. She was in the living room. Но мы учим не глагол быть, а делать. She sat in the living room and – смотрела в прошедшем времени. She sat in the living room and watched. Watched – смотрите. Watch – смотреть. Добавляем ED. Watched. Watched television. Then she shopping – пошла делать покупки. Does – это делает. Went – пошла. Did – делала. She went shopping. Она пошла за покупками. Дальше. At one, she home. То есть в час она домой. At one, наверное, пришла домой. Comed – нет. Почему нельзя? Потому что глагол come – это неправильный глагол. У него есть вторая форма. И эта форма came. At one, she came home and – что сделала? Молодцы. She had her lunch. Она пообедала. After lunch – she ушла на работу. She went to work. Но to – нет. Что другое должно быть? Смотрим. Begin – начинать. Begin – начало нового. Неправильная форма. Неправильный глагол. Поэтому будет began – начинать. She began work. Она начала работу. She – from two to nine. То есть, наверное, она работала или что делала? Здесь – writes. Она пишет. She writes. Смотрите, если я скажу «она пишет каждый день», я скажу «she writes letters». Например, письма every day. Здесь мы говорим о yesterday. Прошедшая форма будет wrote. She wrote from two to nine. She – a lot of tea. Пить. She drinks. Она пьет. Если я скажу «она каждый день пьет много чая», я скажу «she drinks a lot of tea every day». Ну, здесь у нас в прошедшее время drunk – это третья колонка неправильных глаголов, а drank – это уже вторая колонка. She drank – она выпила. She drank a lot of tea – много чая. Then she – потом она. Her friends at a nightclub. Что она сделала со своими друзьями? Она их встретила. В прошедшем времени не meets, не встречает, а met. She met her friends at a nightclub. Итак, на сегодня все. Я думаю, вам понравился урок. Если понравился, ставьте лайки. Подписываемся на канал. И увидимся в следующем видео. Спасибо. Пока.